Подпишись на канал и не пропускай новые видео. Опять теперь опять проблем которые нужно решать уже так всегда жизнь полна проблем и чуть не знаю что делать потому что наступает ночь кругом темный дремучий лес пещеры какие-то я просто не знаю мне станут страшными по себе мы реально один Стой не отходят от меня. Эй ты где? Стой. О я здесь. Обернись. Тихо. Тать свинья. Ой я что здесь свиньи делаю? Это дикий лес понимаешь? Нас может кабан сожрать в любой момент даже это свинь. Блин мне страшно. Ой я сейчас здесь останусь пускай меня не едят. О свинья. Кто там? Ну ничего у нас пока есть и да мы не настолько одичали чтобы жрать местных животных. Да. Сникерс. Ой упал. Эй. Нормально? Да. Рядище? Да. Не страшно. Давай забирайся. Что что нужно искать укрытие. Нам нужно где то остановиться. Я предлагаю где то вот под этой горкой. Думаю получится. Нужно ее получше обыскать чтобы найти нормальное место. Да значит где то здесь обоснуемся. Да где то. Делаем постер и думаю переждем ночь. Еда у нас есть. И надо охранять кристалл чтобы его никто не забрал. Потому что тут не будут желающие посему это него. Точно. Как считаешь? Я думаю лучшему место вообще здесь никогда не найдем. Братишка. Тоже согласен. Думаю. Думаю здесь будет самый оптимальный вариант. Да. Только. Давай. Не жутко. Тут какая то пещера. Мне страшно. Надо развести костер. У нас нет подручных средств кроме зажигалки. Поэтому я наверное отправлю за веточками. За палочками. Ты подготовь почву здесь немного разложи. Прибери их тут немного. Вечер разложи. Посмотри не найди зажигалку. Так она всегда со мной. Ты что? Ну говорю подготовь. Я сейчас быстро думаю соберу все и приду. Ладно. Блин. А че он один то? Хе-хе-хе. О. Веточки. Надо пособирать. О. Думаю они пригодятся. Угу. Уэйн. Как я рад что мы здесь с тобой нашли это убежище. Нас могли сожрать. Но мы справились с этим страхом. Ну не знаю кто нас мог сожрать. Но кажется все верну. Мы сейчас все в уюте и тепле. Да. И осталось пережить эту ночь. Добраться до дома. Разобраться с кристаллом, духом и забыть все прошлое. Забыть все то что с нами было. И вернуться к нормальной жизни. Продать магазин. Заработать нам денег. И зажить как нормальные люди. Ой. Ну ты сейчас это все говоришь. И у меня слеза течет по глазу. Мне прям хочется это все. Но главное биться. Не сдаваться. И тогда все у нас получится. Чем же нам заняться. Но знаешь я знаю как нас там немного развлечь. Уга. Я расскажу тебе страшную историю. Про мистера Джорджи. Очень послушно. Слушай я не знаю. Что за страшная история. Думаешь это уместно в такой ситуации страшная история про мистера Джорджи. Мне кажется нормально. Развеем так сказать обстановочку. Ну попробуй. Если ты помнишь ее. Попробуй. Не совсем точно. Но как будто об этой действительно правдивой истории. Ведь они ходят легенды. А. Жил-был мистер Джорджи. Был у него трое детей. Но он даже дом проснулся. И понял. Что его преследуют. Понимаешь. Вот это чувство было у него. И с каждым днем он терял детей. Ага. И в один день ужасный для него. У него остался ребенок. А потом он умер. А почему? Хм. Я не знаю. Это была болезнь или его убили? Мне кажется их убили. Выходит легенда. А он находил их или нет? Или они просто пропадали? Ага. Или он видел как их убивали? Он один раз только увидел, как убили его ребенка. Но в его глазах прям зарезают. Вот он. Да. Представляешь, что он чувствовал. Хотя мне сложно представить. Мне жалко. Но его больше нет живых, понимаешь. И его тоже убили. Мне жалко его. Теперь его дом пустеет. Я не могу больше об этом говорить. Очень какая-то символичная история в нашей ситуации. Что ж. Нужно. Нужно быстрее пережить эту ночь. Можно пытаться заснуть и быстрее возвращаться домой. И разобраться о всем этим. Чтобы не закончить как мистер Джорджи. Давай заснем. И закончим это. Это путешествие в лесу. Поплакать, вот тут так. Поплакать. Поплакать, вот aquí. Поплакать. Продолжение следует...